Добрый день! Меня зовут Екатерина. Сегодня мы будем с вами работать в такой необычной, но сейчас очень распространенном направлении, как скетч. Вы, наверное, о нем слышали, что такое скетч. Это своего рода наброски. Почему их нужно будет делать очень быстро, эти зарисовки? Потому что скетч – это вот ваше первое впечатление об этой теме, о чем-то увиденном. Поэтому скетчи и наброски очень популярны сейчас среди художников, потому что они очень свежи по своему рисунку, очень интересные, иногда даже непредсказуемые эффекты появляются в этих работах. Сегодня мы с вами… Тема нашего скетча – то, о чем молчу. То, о чем мы молчим и не говорим часто вслух. О нежной, может быть, первой любви, о каких-то отношениях, о которых не кричат, о которых молчат. Ну что, мы с вами начинаем? Ну что, приветствую всех, кто сегодня собрался на наш виртуальный арт-четверг. И сегодня мы поговорим с вами о таком очень модном направлении в сегодняшнем изобразительном искусстве, как скетч. Он сейчас стал даже, можно сказать, таким отдельным направлением, потому что раньше это просто считалось наброски, да, если мы с вами так… Можно говорить о том, что скетч – это те же самые наброски или эскизы. Художники очень часто к этому прибегают. Есть масса документированных материалов или воспоминаний художника, как особенно раньше, когда не было фотоаппаратов и таких возможностей, как есть у нас сейчас. Художники путешествия делали зарисовки. Сейчас для художника, для творца это тоже очень важно. То есть, если вы являетесь художником, зарисовки, быстрые какие-то скетчи, наброски человека, природы, растений – это очень важно для вас, и это такая ваша некая копилочка, который вот этот момент, согласитесь, не всегда может даже самая супер-классная камера передать то, что вы видите своим взглядом, да, потому что ваш взгляд, он еще пропитан теми чувствами, которые вы испытываете в данный момент. И поэтому не всегда то, что мы хотим запечатлеть на кадре, у нас получается запечатлять на технику. Поэтому я советую вам всегда носить с собой такой небольшой, может быть, даже размером там А5 формата, блокнотик на резинке, на пружинке, чтобы вы в любой момент могли сделать какие-то зарисовки. И потом к ним можно всегда вернуться, и из этих зарисовок подчеркнуть, может, какое-то вдохновение, или это вас натолкнет на создание какой-то новой работы. Сегодня у нас вот такая тема «Город любви». И мы с вами будем делать некие зарисовки Парижа. Не хотелось бы сразу рисовать эльфовую башню, я нарисовала такое летнее компе, такая вот площадь, набережная, кусочек вот таких старинных домов. И сегодня мы с вами будем работать вот такой вот скетч техники. Вы можете, так как Париж у нас, если нет сейчас возможности съездить, можно взять любую фотографию и, например, зарисовать с фотографией, но не обязательно рисовать все, что вы видите на этой фотографии, а, например, какой-то фрагмент, какой-то кусок. Но это может быть и не Париж. То есть вы можете выйти на улицу нашего любимого, замечательного города и тоже делать какие-то небольшие зарисовки, такие некие истории. Недавно, кстати, видела в интернете, мне попалась такая история девушки, не помню автора, к сожалению, простите, пожалуйста, которая делала зарисовки, или молодой человек, ну, видела художника, да, который делал зарисовки кусочки, фрагменты города Петрозаводска и какие-то свои пояснения, там, может, воспоминания. Такой скетчбук, он, конечно, очень тоже приятен, даже не обязательно, что вы будете использовать в работе, может быть, вы подарите кому-то на память, может, даже человеку, который не живет в нашем городе. Ну и что, а мы сейчас с вами начнем как-то изрисовки вот такого скетча. Для скетча пригодится все, что у вас есть под рукой, пишущее, рисующее. Это может быть простой карандаш, это может быть гелевые ручки, это могут быть линеры, фломастеры, мелкие, все что угодно. Если вы делаете дома, естественно, у вас выбор больше. Если вы делаете скетчи какие-то наброски, быстрые, можно использовать карандаши, если любите работать цветом, опять же, в помощь вам пастель, акварельные карандаши, которые, например, потом можно сделать какие-то цветовые пятна, более легкие, акварельные. Ну что, сегодня я предлагаю вам не только окунуться вот в такой вот мир быстрых набросков, ну и, например, сделать париж вот в технике монотипия. С монотипией мы уже с вами встречались, кто не видел, у нас есть такие мастер-классы. И вот здесь, например, я сделала цветовое пятно, оттиск, да, и могу вот на заднем плане, буквально, может быть, это у меня по задумке было и не Париж, оно сделать вот так, сделать его Парижем, полно. Нарисовав эльфовую башню на заднем плане, главное, чтобы он был в такой легкой манере выполнен, да, поэтому не обязательно прорисовывать все очень детально, на каждую вещь, веточку, каждое дерево, то есть это быстрый набросок, скетч это быстрый набросок по времени, который вы можете выполнить там за некие, некоторые там секунды, например, можно использовать различные маркеры, город и, конечно же, если будете использовать розовые оттенки, очень красивые, здесь у меня будет, например, в переднем плане Гиргемия. 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 то есть вот таким образом какой-то быстрый набросок ваше ощущение и готовьте себя пытаетесь когда делаете такие скетчи если вы хотите сделать очень быстрые красивые зарисовки то начинайте немножечко себя ограничивать по времени будь то прорисовка человека оно будет да будет это смешным где-то может быть не очень так как вы хотели то не обязательно должно быть да вот прям делали все когда вы сделаете много 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 набросков вы будете набивать руку это такой прекрасный шанс сделать такие очень красивые интересные работы ну давайте вот попробуем кусочек здания в таком вот сделать формата да я целиком не буду внутри прорисов можно его сделать пример таким более крупным укрупненным то есть смотрите вот например вы сделали да набросок где-то там увидев а потом пришли и поняли что вам не нужно было весь этот кусок а вы взяли например только отсюда например кусочек отсюда да какой-нибудь тринки там или летний кафе такой замечательный очень популярно в европейских городках и вот решили сделать не из всего то что вы там набросали вас какого-то фрагмента у вас может быть вышла целая работа фрагмента у вас какого-то вообще не существует в природе, я делаю такой вот эскид. Можно работать просто, пятно мы имеем, графика, почему нет. Прекрасный вариант вашей работы. Например, на дальнем плане, если там какие-то дома, можно здесь даже не зарисовывать. Не обязательно делать это до конца, прям отрисовали от начала до края. Ну то есть весь дом прям прорисовали, каждое окно. Это может быть какими-то вот наметками буквально, вашими композиционными какими-то отметками, которые вы потом используете в своей работе. Можно даже пятном где-то действовать, работать. Потом можно, конечно же, дома, например, тщательно прорисовать. Красиво. Или из нее уже потом сделать что-то более такое прорисованное. Вот таким образом, то есть какие-то быстрые-быстрые зарисовки. Буквально вот несколько минут. Здесь, конечно, у меня более проработано, то есть сделано подольше немножко работа выполнена. Можно это миксовать, делать и по-разному. То есть можно сделать такой быстрый набросок того, что вы увидели сейчас, а потом дома уже его доработать, дорисовать и доделать. Ну что, на этом наше занятие сегодняшнее заканчивается. Желаю вам творческих успехов. Занимайтесь скетчингом. Это очень полезное, очень замечательное занятие. И оно развивает ваше воображение, тренирует вашу руку и тренирует ваш кругозор, ваше восприятие мира вокруг. Ну все, я с вами прощаюсь. До свидания.